Вавилонский талмуд Как нам объясняет Баль Сулам, в Торе есть разные части, которые друг от друга отличаются тем, что они написаны в разных стилях, на разных уровнях, как с точки зрения глубины, так и с точки зрения раскрытия. Для разных уровней. Например, есть у меня внук, так я ему покупаю, ну, сам понимаешь, какие книжки. Легенды всякие, сказки. Какая-нибудь там большая картинка автомобиля, рядом с ней две строчки там что-то написано. Теперь, более развитый человек уже получает более серьезные книги, которые говорят о чувствах. Еще более развитый человек получает книгу, где написано не только о чувствах, но и уже о каких-то мудростях, знаниях. Это зависит от уровня человека. Здесь мы говорим об уровне человека, который уже находится в мире сокрытого. Во-первых, там все скрыто. Что я могу рассказать о тайном мире? О нашем мире у меня сколько угодно рассказов. Каждый, находящийся в нашем мире, насколько его постигает, соответственно, с этим может что-то рассказать. Из своего постижения, чем он занимается и что он из этого постигает. Отсюда у нас культура, образование, науки. Все это из того, что мы раскрыли здесь, в этом мире. Человек и его мир, да. Но если есть люди, которые постигли, которые постигают действительность иначе, они переписываются между собой тоже несколькими формами. Мы пользуемся их книгами, которые они написали один другому. В наших нуждах. Честно, они это написали не для нас. То есть, кроме последних каббалистов, Барсулама и Рабаша, да, которые писали в особенности для тех, кто находится ниже Махсома, то есть ниже уровня духовного постижения, все остальные вообще не писали для тех, кто не находится в постижении. Они не это имели в виду. Они это писали только для таких же постигших. Как я могу сейчас своему ребенку дать книгу по математике, по физике или там по медицине? Что он там поймет? Ни одного слова. Будет смотреть на меня. И никакой пользы ни ему, ни мне от этого не будет. Наоборот, я его введу в заблуждение. Для него это будет как смертельный яд. Он так запутается, что, не дай бог, какой-то ущерб ему из этого выйдет. Поэтому каббалисты писали свои книги и скрывали их. Еще не приходило время, чтобы было кому об этом рассказывать. Сегодня люди, которые приходят к этому с особой душой, с точкой в сердце, им постепенно, их постепенно к этому готовили и потом давали этим заниматься. Как их готовили? Занимаемся гморой. Как ты рассказываешь, изучали Талмуд где-то в синагоге. Мишнает, Шульхана Рух, Псалмы, Писание. Все книги, кроме каббалистических, когда я изучаю эти книги, я начинаю с помощью того, что я готовлю себя к занятиям у каббалиста, я вдруг начинаю чувствовать, что, собственно, написано в этих книгах. Так мне объясняют, что здесь речь идет о желании человека получать. О том, что он так называется. Неживое растительное животное, это тоже как свойство, как уровни человека. Что все находится на уровне восприятия именно человека. И вся Тора рассказывает нам именно о внутренней сути человека, о его восприятии, о том, как он чувствует. Она начинает раскрывать нам силы, которые работают за кулицами, за формой нашей природы. И так человек постепенно продвигается, а потом ему уже давали настоящие каббалистические книги, несмотря на то, что в них ему ничего невозможно понять, пока он, собственно, не входит в осознание высшего мира. Поэтому каббалисты тоже были за изучение обычной Торы, то есть то, чем занимаются все. Потому что с этой Торы и далее можно даже в ней начинать, да еще как, раскрывать духовные законы. Талмуд, Вавилонский Талмуд, Бавли, Иерусалимский Талмуд, Мишнает, Шульхана Рух, Писание. Все это, это все духовный материал, который говорит на самом деле в таком подробном виде о свойства, которые раскрываются в нас. Там же нет ни одного слова об этом мире. Потому что Тора вообще к нашему миру не имеет никакого отношения. В нашем мире есть наука. Наука? Пожалуйста, занимайся наукой, если хочешь. Все книги, которые называются святыми, что такое святость? Святой, значит, оторванный от этого мира, находящийся полностью в отдаче. Так на языке Каббалы нет ни одного слова и нет никакой возможности объяснить то, о чем говорит Вавилонский Талмуд в своих описаниях. В самых разных оборотах и все эти, и все эти там вариации обсуждения, ты во всем видишь, где правая, левая и средняя линия, какие части Малхут выше, ниже, какие уровни прямого отраженного света и так далее. Но в таких деталях и тонкостях, которые, например, на языке ТЭС описать невозможно. Вот так вот это написано. Все только об этом. Субтитры создавал DimaTorzok